Привет! Ты на канале о бизнесе! Сегодня рассмотрим 9 бизнес-идей, которые отлично подойдут как для новичка, так и для опытного предпринимателя, так как бизнес-идеи не требуют больших вложений, но обладают хорошим потенциалом для получения высокой прибыли. И чтобы не пропустить ни одной из идей, смотри видео до конца. И также не забывай оценить выпуск лайком и подписаться, если идеи тебе понравятся. А теперь давай перейдём к обзору прибыльных проектов. Производство собственных соусов Приготовить вкусный соус можно на домашней кухне. Необходимо смешивать различные ингредиенты и добиваться идеального вкуса. Наверняка каждый готовит на своей кухне соусы, которые на рынке не продаются. Но мало кто задумывается над тем, что этот же соус может понравиться и другим людям. Почему бы его не производить и не продавать своим коллегам, соседям и знакомым, постепенно наращивая темпы. Для приготовления соуса тебе потребуются только лишь ингредиенты. Вся кухонная утварь уже имеется. Необходимо просто заказать небольшие бутылочки и установить оборудование для розлива готовой продукции. Стоимость разливного оборудования в Китае около 100 долларов. Это существенно ускорит производственный процесс и повысит точность наполнения баночек. Себестоимость одной баночки в 100 миллилитров составит примерно 50 центов. Продавать же продукт домашнего производства ты сможешь уже по цене от полутора до трёх долларов. Прибыль здесь очень хорошая. Главное найти покупателя. Начинать действительно лучше со своих соседей, коллег и знакомых, а далее уже планировать выход на большой рынок. Продажа рыболовных приманок. Искусство производства рыболовных приманок даётся далеко не каждому мастеру. А ведь от этого небольшого элемента рыболовецких снастей зависит успех всей рыбной ловли. Правильно подобранная приманка существенно увеличивает шансы на поимку трофейной рыбы, за которой рыбак может гнаться всю свою жизнь. Именно поэтому рыбаки редко экономят деньги на приманках. В этом попросту нет смысла. А значит ты сможешь на этом заработать, продавая качественные изделия от китайских производителей. Стоимость высококачественных приманок в Китае около 4 долларов за штуку. Они подойдут для морской рыбалки, где важно не экономить на таких мелочах. Есть приманки и более дешёвые, предназначенные для спортивной ловли в пресных водоёмах. Стоимость такой приманки для морской ловли на отечественном рынке переваливает за 10 долларов. Поэтому у тебя получится сделать выгодные предложения потенциальным покупателям. Лучше всего продавать такую продукцию через тематические группы в социальных сетях. Изготовление своих газированных напитков. А ты знал о том, что газированной может быть не только сладкая вода из супермаркета. Можно сделать такой продукт самостоятельно и при этом продавать его по довольно высокой цене. Газировать можно совершенно любую жидкость, начиная от соков и заканчивая домашним компотом. Можно создавать уникальные коктейли и брать за них довольно большие деньги. Преимуществом здесь является то, что покупателя долго искать не придётся. Если ты будешь предлагать ему уникальный и действительно вкусный напиток, то он обязательно потратит деньги. Для того, чтобы предоставлять подобные услуги на рынке, тебе необходимо купить оборудование, которое и будет делать из простого напитка газировку. Компактное, стильное и функциональное устройство можно купить в Китае. Там его цена будет около 350 долларов, что является небольшой суммой для того, чтобы начать свой успешный бизнес. Это устройство будет газировать напиток на глазах у твоего клиента. Поэтому это привлечёт дополнительное внимание прохожих. В летний сезон твой бизнес сможет приносить более 400 долларов чистой прибыли ежемесячно. Торговля солнцезащитными очками. Каждый человек в году зачастую приобретает солнцезащитные очки, а некоторые люди даже несколько экземпляров. Это можно понять. Очки позволяют создать непревзойдённый образ, дают возможность защитить глаза от летнего солнца, и тем самым делают жизнь более комфортной. При этом более 80% покупателей отдают предпочтение качественным и дорогим очкам, которые действительно хорошо справляются со своими функциями. Ты можешь построить успешный торговый бизнес на этом товаре. Главное сделать оптимальное предложение потенциальному покупателю. Главное не торговать отвратительными очками, которые в Китае можно купить за 1 доллар. Отдавай предпочтение качественной продукции. На этом можно заработать больше. Красивые, стильные и качественные очки в Китае имеют цену в 10-11 долларов. Но отечественный покупатель готов отдавать за эту продукцию около 15-17 долларов. Наценка не самая большая из возможных, но с такой ценой тебе удастся обойти конкурента и продавать очки большими партиями, а чем больше ты заказываешь в Китае, тем ниже будет цена. Реализация отпаривателей для одежды. Компактный отпариватель станет настоящей находкой для твоего потенциального покупателя. Это полезное оборудование, которое даёт возможность в считанные секунды разгладить одежду и подготовить её к носке. Потенциальными покупателями данной продукции являются туристы и путешественники, домохозяйки, отели и так далее. Если правильно сделать предложение, то можно заинтересовать любого человека. А с учётом невысокой цены, продаваться такое оборудование будет очень даже успешно. Стоимость отпаривателя в Китае от 25 до 35 долларов. Всё зависит от мощности самого устройства. Продавать на отечественном рынке его можно уже по цене от 32 до 43 долларов. Это та цена, которая позволит тебе обойти конкурентов и заработать хорошие деньги. Получив максимальное количество заказов, прибыль не самая большая. Но если продавать около 20 отпаривателей в месяц, то можно заработать около 200 долларов дополнительной прибыли, что для начала торгового бизнеса будет неплохим показателем. Производство домашней муки. Домашняя выпечка является очень трендовым направлением. Каждая хозяйка пытается наполнить свой дом приятными запахами, которые вызывают невероятный аппетит. Проблема только в том, что магазинная мука не всегда удовлетворяет потребности покупателя. Если тебе удастся производить собственную муку и при этом использовать уникальные рецепты её приготовления, то успеха долго ждать не придётся. Ты можешь смешивать различные зерновые, добавлять бобовые и даже травы, чтобы приготовить уникальную муку, из которой потом получится вкусная и оригинальная выпечка. Стоимость оборудования для помола в Китае около 1000 долларов. Но это производительное и функциональное оборудование, которое позволит выйти на высокие показатели эффективности. Килограмм твоей крафтовой муки будет оцениваться в 3 доллара, что дорого для этого типа товара. Но цена будет расти из-за уникальности продукта. А значит, продать ты его по этой высокой цене сможешь без проблем. В месяц на своём оборудовании ты сможешь зарабатывать около 500 долларов чистой прибыли. Продажа компактных увлажнителей воздуха Данная идея построена на том, что сегодня огромное количество людей находится в офисе и сидит за рабочим столом, пытаясь уложиться в сроки. Для того, чтобы работа была более комфортной, необходимо контролировать климатическую обстановку в кабинете. И если система кондиционирования уже имеется, то влажность поддерживать очень сложно. В этот момент в игру вступаешь ты, предлагая недорогой и компактный увлажнитель, который будет стильно смотреться на рабочем столе и исправно выполнять поставленные на него задачи. Цена компактного увлажнителя в Китае около 10 долларов, но продавать ты такой товар сможешь уже по цене более 20 долларов. Конкуренции в данном ценовом сегменте практически нет, а то, что есть, будет уступать по качеству и дизайну. Именно поэтому в месяц можно будет легко продавать более 30 увлажнителей, а это уже принесёт тебе чистую прибыль в 300 долларов. Это отличные показатели для торгового бизнеса, который только начал свою жизнь на рынке. В дальнейшем можно развиваться, предлагать покупателям больше ассортимент и увеличивать прибыль. Продажа бустеров для авто Автомобильные аксессуары являются отличным способом построить успешный и прибыльный торговый бизнес. Необходимо просто подобрать качественный продукт и сделать выгодные предложения потенциальному покупателю. Построить бизнес на торговле бустерами, пусковыми установками для авто будет довольно просто. Сегодня они активно рекламируются в сети, поэтому дополнительных затрат не будет. Главное продавать качественные аксессуары, которые действительно смогут решить проблему водителя в трудную минуту. Стоимость хорошего бустера в Китае около 50 долларов, но с продавцом можно легко договориться об оптовой цене, которая составит уже 40 долларов. Продавать такой товар на отечественном рынке можно уже по цене от 70 до 90 долларов. Всё зависит от региона и конкуренции. Продавая такие товары на рынке, можно легко зарабатывать в месяц более 300 долларов чистой прибыли. Потенциальных клиентов можно искать в тематических группах социальных сетей. Там и находится потенциальный покупатель. Производство цветов для изготовления настоек и лечебных препаратов. Цветы являются основой большого количества косметических и лекарственных препаратов. Их используют в парфюмерии и множестве других отраслей. Ты можешь выращивать дорогостоящие цветы, отделять их от растений и продавать в готовом виде на крупные производства. Преимуществом такого бизнеса является то, что продавать нужно будет сразу большие партии цветов, а также можно будет выходить на стабильную высокую прибыль. Необходимо только высадить цветы у себя на плантации и купить оборудование, которое позволит их отделить от основы. Стоимость специального оборудования в Китае примерно 300 долларов, что является невысокой ценой для производственного оборудования. В этот станок можно опустить букеты и на выходе получить отдельные цветочки, которые уже будут готовыми для продажи. Выращивать цветы не очень сложно. Такие растения не требуют сложного ухода или дорогостоящих удобрений. А вот продавать их будет чрезвычайно просто. Стоимость одной партии из 50 килограмм цветов можно будет продать различным компаниям по цене от 500 долларов. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!